Подводя итоги подготовки вооруженных сил за 2023 год с докладом о проделанной работе выступил исполняющий обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил от ГУРК Вицинья. Основными задачами на 2023 год ставились не допустить ослабление боевой мобилизационной готовности органов военного управления и воинских частей, подразделений военных комиссариатов, качественно выполнить комплекс задач по подготовке и проведению парада, посвященного 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В 2023 учебном году увеличилась индексизация подготовки штабов и войск. Многие мероприятия проведены впервые за несколько лет. В интересах решения этих задач выполнено разработанные и представлены президентом Республики Абхазии и правительству предложения по повышению боевой мобилизационной готовности. Продолжались работы по фортирационному оборудованию страны, проведены организационно-штатные мероприятия в резервных формированиях и военных комиссариатах Республики Абхазии, проведены рабочие встречи с командным составом генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, Южного военного округа, 49-й армии, отрабатывались вопросы организации взаимодействия, планирования применения объединенной группировки войск. Также была создана комиссия под руководством секретаря Совета Безопасности Республики Абхазии. Определен состав, проведены заседания по вопросам уточнения законодательной базы Республики Абхазии. В области обороны выработаны и представлены предложения военно-доктейльной Республики Абхазии и другие законодательные документы. За текущий год были спланированы и проведены командно-штабные мобилизационные тренировки с управлением Министерства обороны, Генерального штаба, подразделениями воинских частей, военными комиссариатами, отметил Адгур Гвицинья. Командно-штабные мобилизационные учения с 4, 5, 6, 7 стрековой бригады, отдельным батальоном территориальной обороны, Сухомским объединенным городским военным комиссариатом, Гудаутским, Гагринским, РВК, командно-штабные учения с 1, 2 ОМСБ, в ходе которых отрабатывались вопросы проведения соединения воинских частей в высшей степени боевой готовности, планирование проведения боевого стаживания, планирование боевого применения с привлечением военнообвязанных запасов. В ходе проведения всех командно-штабных мобилизационных учений отрабатывались также вопросы территориальной обороны. Надгур Гвицинья подчеркнул, что в целом вооруженные силы выполнили поставленные задачи за 2023 год. Развертывали штабы территориальной обороны Республики Абхазия, штабы территориальной обороны города Сухом, Сухомского, Гудаутского, Гагринского районов, с которых осуществлялось управление практическими действиями сил и средств территориальной обороны. К практическим действиям также привлекались помимо структурных подведений Министерства обороны, сил и средства службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Абхазия. Впервые в рамках подготовки командно-штабного мобилизационного учения с 6-7 строковыми бригадами были проведены тактика специального учения с разведывательными, инженерными, минометными, медицинскими подразделениями, подразделениями связи, технического и тылового обеспечения с выполнением задач в дневное и ночное время на нескольких полигонах. В качестве меры, оперативно сдерживанной в ответ на многоациональное учение в Грузии «Проводный дух-2023» была проведена совместная штабная тренировка по управлению Вооруженными силами Республики Абхазия. Приказом министра обороны медалью «30 лет победы» в Отечественной войне народа Абхазии посмертно награждены Валерий Делба, Ушанги Ашуба. Награды из рук министра обороны Владимира Ануа получили их сыновья.